Едем дальше. А куда едем-то? Распаковывать едем. Ребят, в этой посылке была упаковка. Все. Давайте дальше ее откроем. Значит, смысл какой? Вот есть достаточно известные марки, но при всем при этом, если приглядеться, особенно к их упаковке, становится понятно, что где-то какой-то завод чего-то делает, и просто разные логотипы на все это дело пишет. То же самое, видимо, здесь. Возможно. Не уверен. Точно не скажу. Но по фотографиям, а фотографии, как правило, используются одни и те же, независимо от того, что написано на упаковке, такие подозрения у меня поддерживаются. Значит, что мы видим в комплекте? Мы видим в комплекте вкладыш, мы видим кабель для зарядки и какую-то там инструкцию. Вот зачем я все это дело сейчас упаковал? Я не могу это после видео упаковать. Могу. Да, все, в сторону. Забыли. Идем к товару. Иди сюда, мой дорогой. Значит, смотрите. Был у меня уже обзор, только все это дело называлось, имело торговую марку ROG. Да, теперь это имеет торговую марку XL1. Да-да, и какая разница? Принцип тот же. Значит, у нас есть выход. Во-первых, все это дело вставляется в прикуриватель в автомобиль. Есть у нас выход, и это USB. От него можно заряжать что-то. И плюс у нас здесь помещается блютуз. Вы знаете, очень интересный еще вопрос, который связан с этой дырочкой. Не является ли она микрофоном? Значит, по выходу 5 вольт, 2 ампера. То есть, вполне хорошая зарядка. Смысл у нас какой-то. Сели в машину, едем. Происходит звонок. Особенно, если вы пользуетесь держалкой ROG. Внимать из нее телефон крайне неудобно. Делаем что? Нажимаем кнопку. Гарнитурка выскочила. Очень быстро она сконнектилась с телефоном. Вы ее очень быстренько вставили в ухо, ответили на звонок, поговорили, вернули обратно. Все легко, все просто. Есть, знаете, неудобства. То есть, если она вас просто в ухе воткнута, то для того, чтобы ответить, надо нажать эту кнопку. А так как у вас здесь находится ушная раковина, на эту кнопку нажимать достаточно неудобно. Второй минус, то что вы можете ее подзаряжать, только используя автомобильную зарядку. То есть, если вы вышли из машины, где-то там ходите, бродите, и у вас разрядился в итоге этот Bluetooth, то подзарядить вам его будет негде. Это вот второй минус. В остальном, ну, по-моему, сплошные плюсы. Стоит вот такой подешевле, да, заметно подешевле, чем ROG. Раковский, то в процентном соотношении, что вообще в целом. Я сейчас что хочу сделать? Я сейчас хочу прикуриватель, у меня используется для видеорегистрации, вывести видеорегистратор напрямую и начать пользоваться вот такой приблуд. Она мне, в принципе, нравится. Есть у меня штатная Bluetooth в машине, но, ребят, честно, это совсем не то. То есть, ты подключаешься, кто-то с тобой едет, ты, алё, говоришь, все всё слышат. А здесь, хочешь, по телефону ответил, да, хочешь ответить Bluetooth, нажал кнопку, она быстро сконнектировалась с телефоном, ты ответил. Помимо прочего, зарядка, ну, остаётся, свободен штекер, то есть, пожалуйста, заряжайте то, что вам надо. Очень даже нравится. Ну, то есть, вот как бы, если это ваше, смело берите.